Новый дом культуры появится в селе Новомоножки Назаринского района. Строительство ведется уже с 2020 года. Сначала здесь хотели провести реконструкцию старого здания, однако в процессе работы выяснилось, что прежний фундамент непригоден для использования. И реконструкция плавно перетекла в строительство. Сейчас работа над объектом продолжается. В данный момент проводятся штукатурные отделочные работы. То есть и теплосети, монтаж теплосети производим. Также работают электрики на объекте, проводят контуры здания, заземления. Ну, также завезен материал для перегородок из гипсокартона. То есть сопутствующие все работы выполняются. Однако во время строительства возникли и сложности. Так, из-за санкций пришлось искать других поставщиков оборудования, а из-за резких скачков цен корректировать сметы. Жители села сильно беспокоились, обращались на прямую линию к губернатору. По его поручению была создана рабочая группа, которая занялась решением этого вопроса. С середины июня работы возобновили с новой фирмой. Для будущего Дома культуры уже закупили оборудование на 12 миллионов рублей. Это компьютеры, прожекторы, сценическая одежда и многое другое. Реконструкция была вызвана же не просто нашим желанием что-то тут улучшить. Состояние здания было уже аварийным. И заниматься, и находиться в этом здании было небезопасно для людей. Сейчас это все новое. Новые стены, новые. Все коммуникации, полностью отопление, освещение, пожарная сигнализация, вентиляция. Все оборудовано по современным требованиям. Плюс это насколько красиво он теперь выглядит снаружи. Вы видите? Здание действительно выглядит эффектно и современно, признаются жители села Новомоножкино. В завершении строительства здесь будет 225 посадочных мест, несколько танцевальных залов, а также кабинеты для занятий и работы кружков. По словам губернатора, дома культуры очень важны для многих населенных пунктов Алтайского края. В первую очередь, конечно, для небольших. Ведь это центры общественной и культурной жизни. Молодцы, что обратили внимание. Посигналили, потому что, видите, как пришлось все-таки и документацию переделывать, и попрощаться с предыдущим подрядчиком, к сожалению или к счастью. Но должны работать те, кто в состоянии выполнить такой объем. А делать еще там много. Завершить строительство обещают к Новому году. За пять лет в Алтайском крае отремонтировали более 330 сельских объектов культуры. Более чем в 70 провели капитальный ремонт. Егор Матаев, Дарья Эндерс, Денис Кузьменко. Новости.